«Разия Аганезова. Катерина Ши. Попробуй не влюбиться». Читает Финит Ладосский и Алиса Соколова. Глава первая. Егор Сергеевич. «Лида!» — ору на весь кабинет. «Где этот черт с рогами?» Девушка забегает ко мне в кабинет и прижимает телефон к груди. Сказал, что едет. «Едет?» — взревел. «Он два часа уже едет. Скоро обед. Заказчик рвет и мечет. А вместе с ним и я. Потому что столь безответственного работника мне навязала сестра. Чтоб я еще в свое дело кого-то взял. Да ни за что на свете. Зови мне других дизайнеров. Там же целый проект был. Командная работа». Лида заметно бледнеет и начинает блеять хуже овцы. Влад на больничном. Алла уехала на объект. Одним словом, в день защиты проекта каждый решил чем-то себя занять. И всегда так было. «На место директора я попал неделю назад. Пока еще не вник в суть работы. Но могу сказать одно. Коллектив менять придется уже сегодня. Да хоть сейчас. Нет, что вы!» — блеет еле слышно секретарь. «Сейчас всю команду уволю. Кричу в сердцах и взмахом руки показываю, что Лида может уходить. Все равно толку от нее нет. Девушка тотчас ретируется. Сажусь поудобнее, подвигаю к себе клавиатуру с мышкой и пытаюсь найти на мониторе нужную мне папку. Однако этот квест не для слабаков. Складывается впечатление, что до меня здесь сидел бездарь, который играл только в солитер. Возможно, еще лазил по социальным сетям. Читал новости. Но никак не занимался своими прямыми обязанностями. Вот как знал, что нужно ставить на это место своего человека. Довели организацию до кризисного состояния. Еще немного, и можно было закрывать весь бизнес, неся огромные потери. Чудом вернулся. Просто невероятная удача в том, что стало скучно в строительстве. Что свое детище я выгодно перепродал и решил возобновить то, с чего когда-то начинал. А тут такой сюрприз. Папку так и не нашел. Зато пришел к неутешительным выводам, что придется в выходные потратить на то, чтобы навести на рабочем столе порядок. Рывком поднялся с места и широким шагом преодолел небольшое расстояние до двери, но резко остановился. Лида. Девушка снова появилась и в ожидающем, чуть затравлено, посмотрела на меня. Чья это картина? А я все думаю, что ж меня так сильно раздражает в этом кабинете. А теперь догадался. Петра Константиновича незамедлительно ответила девушка. Вот сними ее и ему при встрече передай. Можешь посылкой отправить. И вазу с подоконника забери. И... Тут я развернулся и собственноручно снял некий образец картины, на котором была изображена совершенно непристойная пара. Нет, я все понимаю. Каждый ценит те или иные части, простите тело. Но это рабочий кабинет генерального директора. Если и быть на этом месте картине, то пейзажу, возможно даже городскому, а не вот этому позору. Картину передал девушке, а сам подошел к подоконнику, на котором стояла ваза, сделанная в форме тела женщины, голого тела. Вместе с искусственными цветами, которые прилагались в комплекте, отправил вазу на стол к секретарю. Что-то еще меня сильно бесит. Проговорил вслух и заглянул в кабинет. Уже вместе с Лидой, которая так же, как и я, оценивающим взглядом прошлась по всем поверхностям, стенам и даже по полу. Вроде все прилично, проговорила девушка. Да, но однозначно меня во всем этом приличии. Что-то бесит до неприличия. Расстановка мебели, предположила девушка. Точно. Щелкнул пальцами, понимая, что за столом невероятно темно. Нет света. Ощущение уюта. Цветы есть? Живые? Тихо уточняет работница моего агентства. Естественно. Лида смотрит на свой совершенно пустой подоконник. Потом снова поглядывает на мой кабинет и кивает. В бухгалтерии точно есть. А еще я видела несколько никому не нужных горшков с цветами в коридоре у окна. Их уборщица раз в несколько дней поливает. Показывай. Лида первой бросилась к двери, а я поспешил за ней, вспоминая на ходу, для чего, собственно, вышел из кабинета. Ну, явно не для того, чтобы искать цветы. Но теперь уже переключился на новое дело. Не бросать же его на полпути. Выйдя в коридор, я даже чуть затормозил у одного из кабинетов. Уж больно громко там кто-то хохотал. Нет, я бы даже сказал орал, как чайка, которая вот-вот задохнется. Лида остановилась рядом со мной и внимательно стала ждать дальнейшего развития событий. В предкрытую дверь мне прекрасно было видно, как за большим столом, который располагался в центре светлой комнаты, сидит компания уже не молодых, но очень веселых людей. Они-то и издавали те звуки, которые ввели меня в замешательство. Я, как бы так мягко сказать, совершенно не против того, чтобы у работавших на меня людей было прекрасное чувство юмора, чтобы они чувствовали себя на работе свободно и легко. Все же имеем дело с личностями творческими. Но передо мной юридический отдел, который занимается чем-то подозрительным. Добрый день. Зашел в кабинет и увидел, как чаем давится одна из женщин. Она довольно взрослая, возможно, готовая совсем скоро пойти на пенсию. А может быть, уже как пару лет должна там быть. Но вместо этого сидит в центре стола и... Да, той чайкой была именно она. Добрый, тихо произносят другие. Егор Сергеевич. А над чем вы так активно смеетесь? Прошел к столу, отмечая, что накрыт он явно не для чаепития. Хотя никаких подозрительных предметов я найти глазами не смог. Чай зеленый или черный? Белый заварник стоял прямо под рукой. Его я и взял, чтобы взвесить в руке. Черный... чай. Тихо проговорил кто-то. Пока я улавливал очень ощутимый и знакомый запах. Я бы сказал, что очень крепкий черный чай. Повисшая пауза была мне ответом, как и красные лица, стыдливо опущенные глаза. А ведь нам еще заключать договор. Вопрос только, каким образом, если адекватных тут и нет. Все пять человек, которые ответственно должны были подходить к своей работе, в десять часов утра уже были доведены до определенного градуса. Выходит, так они чаевничают не в первый раз. Просто попались мне совершенно случайно. Видимо, забыли, что директор новый. А то, что он не выходит из кабинета, совсем не показатель. Лида, зову секретаря. Конфискуем вон тот цветок. Указываю на белый горшок, который фактически спрятан за листьями. Его куда поставить, интересуется девушка. На мой подоконник. Говорю и снова поворачиваюсь к притихшим работникам. Что мне с ними делать, ума не приложу. Мне теперь стольких на работу принимать. Столько объяснять. Сейчас у меня вся деятельность организации встанет. Минуточку. Так, мы уже просели по всем направлениям. Нам теперь выгребать из глубокой ямы долго и упорно. А делать это лучше всего с теми, кто работать желает. Убираем все со стола, берем чистые листы и пишем заявление по собственному желанию. Егор Сергеевич. Возмущается та самая дама, у которой голос от природы противный. Да, пишите на мое имя. Поддакиваю я. А сам лезу в телефон. Потому что самому тут разбираться придется долго. Хорошо, что с недавних пор у меня много отличных друзей нашлось. Причем в разных сферах деятельности. Вот сейчас, как приглашу знакомых, как запущу массовую проверку по всем отделам, как схвачусь потом за голову. Чайник надо с собой забрать. Пригодится он мне еще. Кого я слышу? Отзывается Евгений. Надеюсь, что ты будешь рад приехать ко мне в гости. Сразу же перехожу к делу. Я всегда рад навести порядок там, где он отсутствует. Много косяков. Осматриваюсь. Вспоминаю проект. Разрывающийся телефон. Гневные письма заказчиков. А есть одно слово, которым можно охарактеризовать весь кошмар, в который я тут влез. Есть, произнес Женя. Но рядом со мной женщины. Произносить ничего вслух не буду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!